Привет! Это сезонное обострение, подкаст кинопоиска о российских сериалах. Меня зовут Ремизов Артём, я автор телеграм-канала про кино Ремизорра. Меня зовут Валерия Давыдова-Калашник, я журналистка и, как вы уже наверняка знаете, исследовательница кино. Сезонное обострение — это подкаст, в котором мы обсуждаем заметные, интересные, значимые российские сериалы, иногда признанную классику, иногда новинки. И сегодня в нашем выпуске мы обсудим сериал «Капельник» платформы «Премьер», который снял режиссёр Илья Аксёнов, и где в главной роли снимается Денис Протков и Анастасия Резник. «Капельник» — это шестисерийная история об интерне-реаниматологе, который для заработка незаконно прокапывает, так скажем, богачей. То есть ставит капельницы тем, кто переборщился алкоголем и наркотиками. Но важно оговориться, алкоголь и наркотики вредят вашему здоровью и вашей жизни. Понятненько? Поэтому в выпуске мы ни в коем случае не оправдываем их употребление. И мы ни в коем случае не оправдываем спойлеры, но сегодня обсуждать сериал мы будем именно с ними. И несмотря на то, что он вышел уже достаточно давно, и вы могли многое про него слышать, всё равно мы, как всегда, рекомендуем сначала посмотреть сериал, а потом включить лучший подкаст России про сериалы, то есть нас. Будьте готовы, кстати говоря, к тому, что вообще выпуском нашим можно будет буквально размешивать чай, если вы любите послаще, потому что сериал, по крайней мере, я планирую горячо хвалить. Но не бойтесь, скучно вам точно не будет, потому что смаковать сцены по-настоящему талантливого произведения всегда доставляет удовольствие. Итак, по сюжету «Интерн» Ваня Лобачёв, собственно, Денис Прытков, прекрасный, отличившись на вызове, получает от начальника такую халтурку, прокапывать светский бомонд и не только. Передозировка наркотиками, алкогольная белочка — вот это то, с чем будет иметь дело Ваня. Но занимается он этим не из-за жажды несметных богатств или какой-то новой тачки, а потому что маме его, умершей от передозировки девушки, нужно дорогостоящее лечение. Смерть и возлюбленный, собственно, Ваня, очевидно, винит себя, и это чувство его разъедает, просто впылают все его внутренности от этого. И судьба сталкивает его с блогеркой Алка, она же Алла, она же Анастасия Резник, великолепная богиня, а молодой девушкой с шести миллионами подписчиков и наркотической зависимостью. И Алла напоминает ему умершую, парень видит это как какой-то второй судьбоносный шанс спасти жизнь и, возможно, найти некоторое искупление для себя. Мы еще обязательно затронем отдельно очень много всяких разных частей сериала, но самое, наверное, первое, что в свое время меня поразило и о чем я самое главное забыл, а что вы понимали до записи, я пересмотрел сезон полностью, потому что ни черта вообще не помню, это то, что внутри идеи и истории о том, что вот у нас есть парень, который столкнулся с некими драматическими событиями, такой ультимат гудгай, который хочет помогать и которого есть чувство вины, что во всей этой линии есть еще всякие вот эти очень важные сайдштуки, которые, как мне кажется, можно описать одним словом социальные. Потому что изначально, очевидно, у нас сериал о том, что наркота — это плохо, что она рушит жизни, она открывает какие-то нехорошие и потаенные черты характеров людей, не только, которые вредят им самим, но вредят и окружающим. Но есть и другая какая-то социальная структура, где у нас очерчиваются различные темки. Например, какая-то меркантильность, извините за выражение, российских продюсеров, которые думают исключить на заработки за счет других. Я увидел какую-то историю о том, как людям сложно найти себя в мире после какого-то тяжелого события. Изначально я это понял, когда увидел линию кореша Вани, который теряет руку, и теряет руку из-за наркотиков. Если что, мы будем сегодня часто подчеркивать — из-за наркотиков, потому что мы не оправдываем и ненавидим все это, и против всего этого, и хотим в том числе и об этом сегодня поговорить с вами. И у него есть линия о том, что ему очень сложно устроиться на работу. Он не может там словно пойти в такси. Вот это абсолютно гениальная сцена, где он бутылку Кока-Колы засовывает себе в рукав, и сидит вот так вот, типа, очень важный такой человек, и одну ручку пишу, а другой — я держу живот, я это называю. И ему в такси говорят, нет однорукий бандит, ничего не получится, мы не можем тебя взять. И он не знает, что делать, он начинает сам еще до этого гонять в такси, и он идет на первый заказ. Я понимаю людей, которые написали на него жалобу, потому что ну как с одной рукой увезти такси и сажать к себе в машину маму и ребенку? Да. Но его сразу блокируют, и у него не остается как будто бы возможности для заработка, а ему нужно заработать на свадьбу с любимой. Он уехал на заработки в большой город, в Москву. И мне кажется, это тоже одна из тем, что человеку с инвалидностью на него и смотрят как на инвалида, а не на полноценного человека, и воспринимают немного предвзято. И возможно это и понятно, но не видно как будто бы социальной открытости к нему со стороны каких-то вот этих вот вещей, которые помогают человеку выживать в мире. Плюс у нас есть история с какой-то, я называю это, блогерской хладнокровностью. Когда создание контента выходит на первый план, и условная наша Алка, Алла, Ася, не может создавать контент без допинга. Хотя его надо создавать без допинга, я вам напоминаю. И здесь тоже вот такая история, что ради контента как будто бы лидеры мнений и блогеры не все, ни в коем случае у нас в России очень много инфлюенсеров хороших. Они готовы, грубо говоря, на все. И вот перечислив эти штучки, мне кажется, один сериал, который, если что, длится всего 6 серий, а это не могу сказать, что стандартная фабула для российских сериалов. Стандартно все-таки у нас обычно 8 серий или 10. И здесь за 6 серий столько всего умещается, и это не смотрится громоздко. Одно не залезает на другое. Гениальность вообще сценария, на мой взгляд, в том, что множественные нити обстоятельств, которые опутывают героев, постепенно-постепенно откутся в какое-то такое единое полотно истории. И так, что ты постоянно находишься в напряжении, потом тебе дают какую-то дозу дофамина, давай надежду, затем такое структурное развитие направляет действие другим образом. И ты понимаешь, что так и должно быть, ведь в жизни события не развиваются по трехактной структуре. И удивительным образом авторы, с одной стороны, сумели действительно выдержать все требования к грамотно построенной драматургии, и с другой — создать новые нарративные формулы. Я в большом восторге. Теперь даже не знаю вообще, за какую из этих ниточек, из этого полотна ухватиться, чтобы мы распускали и остановились на одной из линий. Вообще не хватит целого эпизода. Настолько всё грамотно упаковано, сшито. Мне очень нравится. И я согласна с тобой, что сериал не останавливается лишь на какой-то одной проблеме, чтобы вот каждую серию в эту дверь долбиться. Здесь есть и остро-социальная проблема людей с инвалидностью. Здесь есть и проблема того, как заработать деньги, когда они тебе очень срочно нужны, а тебе нет 18. И ты одна, мама твоя болеет. Тут есть и проблема того, как справиться с горем, когда ты виноват в смерти любимого человека, а ты уже сделать ничего не можешь. Смерть уже случилась, всё. Ты уже спасти никого не можешь, и ты только с этим чувством живёшь. И это только на поверхности основные вещи. А дальше нас погружают всё глубже и глубже в тот мрак, который окружает и наших героев, и вообще-то нас каждый день. Это очень здорово. Как ты думаешь, если приписывать сериал какому-то определённому жанру, что это? Какой это жанр? Здесь есть все атрибуты и конвенции драмы. При этом, как в любой очень талантливой драме, здесь есть элемент комедии. Мне кажется, что чистая драма сегодня уже скучна. То есть когда ты понимаешь... Её и так хватает. Её хватает и так, во-первых. Во-вторых, ну, наверное, она перестала работать в чистом виде. И необходимы какие-то дополнительные жанровые элементы для того, чтобы как-то драму взбудоражить, чтобы зритель как-то хотя бы подключился и понимал, что, ну, наверное, будет ли в конце хороший финал. Не будет ли? Ну, вот хотя бы в этом, наверное, важность драматического жанра. Вот это интересно, потому что я на середине сезона поймал себя на мысли, что перед нами криминальная драма. Потому что вот эти вот криминальные составляющие, которые имеются, вот это вот, значит, варьё, взяточники, не очень хорошие работники госуслуг, давайте так назовём их, чтобы никого не обращать. Вот это вот, мне кажется, собирается именно в какую-то криминальную драму. И я здесь использую слово криминал, потому что, знаешь, очень часто криминальные составляющие в сериалах, они помогают двум вещам. Первое — это держать в напряжении. Второе — это делать повествование драйвовым, быстрым, динамичным. И вот здесь, несмотря на то, что у нас всего шесть серий, ни один из эпизодов, ну, возможно, только пятый чуть-чуть, не проседает по сравнению с прошлым. То есть у нас есть одна какая-то прямая линия, и мы, если и скачем, то скачем не вниз, а скачем наверх. Какие-то вот эти кульминационные штуки, как, например, там, удар этим кубком в шестой серии, выстрелы эти неожиданные, которые у нас есть в спину, в лицо, в голову, неважно. Мы скачем исключительно наверх, и вот эти вот скачки и вот этот вот уровень напряжения, он не позволяет отключаться. Мы смотрим все сериалы, о которых говорим, и иногда нам не хватает одного дня, чтобы их посмотреть, и во многом не из-за времени, и из-за того, что нам самим хочется сделать перерыв. Здесь мы оба с Лерой проглотили все шесть серий, по сути. И дело не в хронометраже, который относительно небольшой, а в том, как это все подано. И плюс очень важно отметить, что «Капельник» — это очень контрастное произведение, в котором есть несовершенство системы, блогеры, тема отцов и детей, тема наркотиков, тема криминала какого-то, тема, в том числе, юмористическая, потому что сцен смешных реально много, они не главные здесь, и очень часто даже не влияют на наш основной сюжет, но они есть. И вот это вот все выглядит настолько контрастным, это как, вот знаешь, когда собирают на свадьбе палитру цвета, в чем надо идти. Там не показывают один цвет, а собирают в такие столбики несколько. И вот мне кажется, это очень похоже, что есть какая-то одна общая цветовая гамма, но каждый из цветов очень разный, и это круто. Я давно такого не видел, правда. Ты совершенно правильно сказал про криминальную драму, не знаю, почему я сама не додумалась до этого. На самом деле, жанр криминального фильма очень и очень трансформировался еще с 30-х годов прошлого века, когда вот эти все криминальные истории про парней, которые там во время Великой депрессии голодали, а потом они хотели быстро заработать. Вот эти истории, они на протяжении десятилетий поменялись, настолько вытеснили как бы составляющую именно криминальную, приходя на остро-социальные темы. И вот сегодня мы видим как раз эволюцию этого жанра вот в лице капельника. Я хочу чуть-чуть еще вернуться все-таки к сюжету. Напомню, наш Ваня, найдя, кстати, верного друга и соратника в лице как раз вот однорукого таксиста Сереги, его играет Никит Никитин, выезжает на вызовы. Во всей истории все проблемы, конечно, возникают в тот момент, когда речь идет о чем-то незаконном. Да и странно было бы, если бы дело обстояло иначе. И запрещенные вещества, злоупотребление властью, коррупция, насилие, в конце концов убийство, это тот страшный лес, в который вот наша красная шапочка Ваня зашла. Но Ваня зашел туда не один. Алла, например, благодаря Ване, поддержке людей в рехабе и собственной какой-то внутренней силе, мощи просто, смогла справиться с зависимостью и присоединилась вот к этой Ваниной команде борцов за справедливость, в которой вот пока были только Ваня и Серега. И даже главврач, очень классный персонаж, натворив мерзких дел, к ним таки прильнул в итоге. И они, конечно, Серого Волга победили. А знаете почему? Потому что добро побеждает. Очень хорошо здесь все с гранью между трагедией и комичностью. Иногда бывает, что в сериалах, когда у нас есть какая-то комедийная составляющая, она очень сильно перетягивает одеяло на себя и убивает трагичность основного сюжета. То есть немного размазывает его, и условно какая-нибудь смерть или какое-нибудь очень страшное событие, какая-то потеря, я не знаю чего-либо, не воспринимается так тяжело и так грустно из-за того, что ее разбавляют шутехами. Здесь же юмор, который есть, он появляется всплесками и чаще всего не влияет, как я уже говорил, на основную сюжетную линию, а является как сахар в чае. И мне кажется, это очень хорошо, что нам это оставляют для того, чтобы немножечко нас разгрузить. Потому что хтонь и мрачность, ее достаточно в российских сериалах. Здесь же это все, ну вот такое вот очень аккуратное, оно есть, и в какой-то момент оно помогает из угрюмого лица грусти, из-за мыслей, когда ты думаешь, что мама девочки не может получить лекарства, не может получить лечение, по каким-то определенным причинам ей просто не помогают. А в следующей сцене наш однорукий бандит Серега вот этим остатком руки лупит кого-то в голову. Не кулаком, а остатком руки. Это просто гениальная сцена. Я так смеялся. Я ни в коем случае не смеюсь над инвалидностью людей. Но подано это в той сцене, когда они пришли отнимать вот эти сворованные 800 тысяч. Так смешно. Слушай, я в этот момент им гордилась, потому что вот эта морозина на полу, которая деньги украла. И что, ты меня сейчас этим обрубком лупить будешь? С удовольствием. Да, и просто показывает, как он это делает. Где деньги? Ты что, мне реально это кульчо пить будешь? И вот эти вот маленькие вкрапления в эту драму смотрятся настолько хорошо и свежо, хотя по сути это абсолютно простой инструментарий. Это не гениальный прием. До этого мог додуматься даже я, если бы я писал сценарий или был бы там условный Ида Галич. Да, мы, кстати, забыли упомянуть, что автор идеи, блогерка и ведущая Ида Галич, она рассказала о настоящем капельнике. Не знаю, кстати, кому, видимо, знакомому из индустрии. И так, собственно, родилась эта история. Девушка, которая начинала свою карьеру как просто лайфстайл-блогер, снимала юмористические вайны, очень много публиковала в своих в социальных сетях себя, в какой-то момент пришла к тому, что стала автором идеи для большого оригинального тайтла определенного онлайн-кинотеатра. Я считаю, это дорогого стоит. Так или иначе, остро чувствуется реальность героя, что он настоящий, живой. Это, конечно, заслуга Дениса Прыдкова, чья работа, но она не просто хороша для дебютной, это дебютная его большая роль, она зрелая, на мой взгляд, безукоризненная. Мы видим в капельнике состоявшегося актера. Вот он ворвался и создал цельный завершенный образ. Если говорить о впечатлениях, помимо эйфории, сериал подарил мне какую-то, может быть, веру, что ли, в будущее киноиндустрии российской. Ну, помимо крепчайшей, непробиваемой просто структуры, сериал силен тем, что в документальном кино обычно называют жизнью, когда ты видишь настоящие истории, когда каждый кадр дышит. Порой, вот правда, при просмотре сериалов видны, ну, так скажем, производственные швы. То есть у тебя перед глазами встает раскадровка, строчки сценария, диалоги. То есть ты слышишь, как разговаривают люди в кадре, а ты как будто видишь это написанным. В случае капельника видны только живые истории. Вероятно, потому что герои вкладывали много из своего опыта. Например, вот актер, игравший Серегу, Никита Никитин, тогда еще не был актером. Это вообще его был первый опыт. И он действительно без правой руки. Анастасия Резник действительно родом из Благовещенской. У нее тоже есть китайские корни. Еще, кстати, очень есть милая маленькая деталь. Анастасия фанатка корейской косметики. И она училась в Корее, там она вот ей полюбилась. И есть сцена, где у Аллы в холодильнике ничего нет, кроме вот этих масок и патчей. Мне кажется, это так мило. Это очень здорово оживляет персонажа. Мне очень понравилось. По поводу швов и вот этого всего я согласен. Удивительно, но капельник, будучи большим оригиналсом онлайн-кинотеатра, ощущается, как некий такой дешевый продукт. Это не в плохом контексте, я говорю. Невысокобюджетный. Да. И это, наверное, в первую очередь из-за двух составляющих. Первая абсолютно базовая операторская работа. По сути, за шесть серий в сериале нет ни одного, я называю это манишот, ни одного кадра, который... Ну, разве что в последней серии, когда Благовещенские героини, там прекрасные кадры вот этих китайских небоскребов, все-таки красиво. Ну, это просто красиво, но это базовая красота, знаешь. В этом нету чего-то такого вопиюще-свежего. Это просто очень приятная локация, снятая достаточно статично и просто в такой, я называю это, классический прямоугольничек. Это, значит, первое. И второе, наверное, в капельнике за последнее время одни из самых приземленных диалогов и реплик, которые я когда-либо слышал. Мы говорили об этом в контексте сериала «Она такая классная». Там тоже проскакивали у нас всякие уже организмы, слова, которые мы употребляем каждый день. Здесь неважно, о чем говорят наши герои, о наркотиках, о жизни, о семье, они говорят именно теми словами, которыми говорит реальный, живой, обычный человек и не актер. И вот это все собирается в такую ультрареалистичную картинку, в которой можно увидеть и какие-то огрехи, и какие-то погрешности, и какие-то недопиленные штучки, которые отсылают нас к реальной жизни. Потому что идеальной жизни нет ни у кого, и ее просто не бывает. Неважно о чем мы, о том, как мы проживаем эмоциональный день, или о том, что, идя из комнаты на кухню, мы своей ляжкой задеваем угол стола, когда идем. Это тоже не идеально. Вот это все собирается в неидеальную жизнь каждого человека. И все вот эти вот неровности как раз таки и отсылают, в первую очередь, к неидеальной реальной жизни людей, в которой есть место и наркотикам, и сломанным судьбам, и непониманию родителей относительно того, что ты делаешь, непонимание того, как тебе двигаться в мире, даже если ты блогер с шестью миллионами подписоты в какой-нибудь из социальных сетей. Я с тобой полностью согласна. Вот эта идея всеобщей неидеальности, она действительно как туманом волакивает сериал, причем на нескольких уровнях, надо заметить. Вот есть мир блогеров, людей, которые в сюжете создают образ идеальной жизни для подписчиков. И этот мир, очевидно, далеко не такой радужный, радостный, как в постах этих самых блогеров. Есть мир богачей, которые могут просто так положить на сто-восемьсот тысяч рублей. И в этом мире не просто все может быть плохо, в нем просто опасно жить. Есть мир среднего класса, который еще хуже, чем у вышеописанных. Есть таксист Серега, который из-за потери руки не может продолжать работать такси. Его история, кстати, великолепно иллюстрирует лицемерие вот этого инклюзивного, вы не видите, но я показываю кавычки «эпотериалистического общества». Мне понравилось, что на уровне актерского состава очень элегантно, бережно помещено вот это высказывание о том, что никто не идеален, что идеал — это вообще-то иллюзия и конструкт. У актрисы Анастасии Резни, кстати, есть вот на голове шрам, она его совсем не стесняется, он виден в кадре, и она показывает правильный пример. То есть неидеальность — это наша реальность. Вообще какого-либо идеала — это нечто сюрреалистическое, чего не существует. Мне очень понравилось, что эта мысль очень аккуратно и многослойно существует в сериале. Предлагаю остановиться на героях. В историю мы входим через двоих персонажей — Ваня и Аллы, как бы с двух точек зрения разных полюсов. На мой взгляд, это чудесный пример произведения, в котором мужской и женский персонаж равноценно развивают историю, причём будучи любовным интересом друг друга. И предлагаю каждого из них разобрать. Вот наш Ваня Лобачёв. Он заслуживает, как мне кажется, быть культурным героем, который бы стоял в одном ряду, не знаю, с литературными, которых знает каждый. Вероятно, так получилось, потому что видно, что Денис Притков был честен перед камерой. Он не лепил образ из каких-то других уже созданных героев, каких-то клише, а он вытащил просто из недр окружающей жизни что-то настоящее. Мы видим обычного вполне парня, который погружён в кромешную тьму, и где-то там, в этой темноте, сидит надежда на то, что когда-нибудь, возможно, ему уже не будет больно и станет легче. При этом он не раздумывает, а как бы сразу делает. И это его такая фишечка. Ну, потому что, размышляя, мне кажется, он погружается в эту тьму ещё глубже, и он поэтому просто забывает о том, что нужно сначала подумать, а потом сделать, и сразу делает. У Проткова, знаешь, есть одно серьёзное преимущество. Его фактура и его внешность ну просто идеально попадает в тот образ, который он отыгрывает. Но по нему реально видно, что это, мать его, интерн. Мальчик учится в медицинском, ему это интересно, он хочет помогать. Его простая человеческая внешность как будто бы говорит о простом человеческом мотиве помогать другому человеку. Очень много в его внешности именно мирского. И совершая все действия, неважно, ультрасюрные они, типа, прилёт на вертолёте на веранду Гоши Куценко, неважно, в какой ситуации оказывается Протков, он в ней родился, он в ней находится, он в ней реально живёт. И это огромная заслуга его внешней фактуры. В том, как он органично вписывается в этот мир, есть вообще ощущение, что мир и сеттинг всего сериала отрисовывали под Дениса. И вот эта фактура очень хорошо на него работает, он очень хорошо с ней взаимодействует, и из-за этого всё происходящее с ним смотрится очень органично, поэтому это просто суперкласс. Вторая героиня, которая, в общем-то, на мой взгляд, пополам прям делит вот этот вот чудесный визуальный пирог, Алла, она же Алко, находится в такой же тьме, в общем-то, как Ваня. Она употребляет, не буду говорить, почему она употребляет, знает только она, но основная причина, потому что она не справилась с утратой мамы. Её отец, любящий, трогательно заботливый, он всё-таки не справился тоже, он запил. Потом не смог признаться самому себе, что он, в общем-то, лыханулся, простите, как отец. И это привело к тому, что Алла не смогла защитить саму себя. Она подсела не потому, что была слабой, а потому что она не знала, что она способна себя защитить, что у неё есть сила. Её рост над собой колоссальный, как персонажа. Вернёмся к части истории, где она в рехабе собирает смеси гречки и просто слово жопа. Её агрессия, неприятие окружающих, это же крик о помощи. И она этот собственный крик услышала, это её спасло. Я думаю, что в сериале визуализация этого роста самая подходящая, когда Алла в чёрном лакированном плаще с катаной потребовала у Васи свой телефон. То есть, это вот тот итог, который она проделала над собой. Да Вася должен был всё ей отдать. Оба этих персонажа блистательны, как Придков, так и Резник. Это очень большая работа. Я считаю, что Резник главная звезда Капельника, потому что она как раз-таки проходит огромный путь от просто успешной блогерши и участницы ТикТок дома до самодостаточной, взрослой, но всё ещё блогерши. То есть, она не уходит от этой деятельности. Как будто бы, знаешь, было бы относительно логично, если бы она начинала как блогер с зависимостью, а закончила там условно общественным деятелем, который... Она стала актрисой в итоге. Да, но у неё всё равно осталось это блогерство. Она же, у неё был вот этот ролик с ребёнком с мороженым, она же там в первую очередь снималась как блогер, а не как актриса. И у Резник вся вот эта история с блогерством, она не зацикленная, но она как будто имеет начало и конец, и это всё собирается в один непрерывный круг, внутри которого очень много всяких штучек, дрючек, которые развиваются, исчезают, появляются, вот это вот всё. И как будто бы из-за вот этого очень активного насыщения событиями в её жизни, а как будто бы событийность её персонажа, она чуть более серьёзная, чем событийность персонажа Дениса Проткова, выводит её на первый план. Я не говорю о том, что она главная героиня, но говорю о том, что... Я считаю, что они равноценны. Да. Но как будто бы актёрские задачи и актёрские влияния на зрителя она производит намного больше. Если говорить про второстепенных персонажей, то тут, конечно, вернее было бы говорить не о системе персонажей, а о системе мразей. В этой системе и рука руку моет, и эта же рука стреляет в упор, все друг друга подставляют, друг на друге наживаются. В общем, мрачная темнота, чернуха. Вот наши герои с этими мразями всеми, с этими драконами пытаются как-то сражаться. Честно скажу, вот я говорила уже, что, собственно, главврач такой, один из моих любимых вот этих вот персонажей второстепенных, потому что, ну, ты видишь слабость, это лучше всего разыгранная слабость, которую просто когда-либо видела. Правда, абсолютно бесхребетный человек, своими водянистыми глазками, он ищет по миру какую-то зацепочку, где подзаработать, где бы нажиться. И вот он наживается, и понятно, что его нельзя оправдать тем, что вот у него есть семья, и он её очень любит, он всё делает для своей семьи. Да он не делает ничего для своей семьи, когда сыну потребовался репетитор, он ему говорит, продавай приставку, вот тебе будет репетитор. В общем-то, деньги эти он зарабатывает, копит, для чего пока непонятно. И мне очень понравилось, когда вот он в этом вот запое, в этой своей свежеоткрытой клинике вроде бы как пытается вернуться в семью, потому что жена, ожидаемо, от него ушла после той всей гнилой лжи, которую он на неё обрушивал. И затем мы уже понимаем, что, ну, возможно, вот он сейчас сломается, что ещё для этого нужно. И, в общем-то, когда его там прессуют люди в чёрном, и, в частности, Кузьмин, которого играет Антон Васильев, мне кажется, у него как раз типаж играть вот этих людей, которые просто ужасающие в своей жестокости. Потрясающе то, что вот система вот эта мразотных персонажей, она работает на то, что она постоянно, постоянно стягивает кольцо вокруг наших героев. Тебе кажется, ну всё, ну сейчас будет ещё хуже, сейчас будет ещё хуже. И действительно становится хуже. Но потом это кольцо разрушается, его наши герои разрубают мечом, катаной и освобождаются. Всех их там потом вяжут. Но интересно, как мы не просто видим каких-то безликих героев, которые, как какое-то неназванное зло, обезличенное, собираются вокруг героев, а это каждый из них живой человек со своими мотивациями, со своим представлением о добре и зле. И это удивительная система, мне очень понравилось. Это то, что как раз я назвала какой-то нарративной формулой, которая, на мой взгляд, свежа. Потому что, как правило, злодеи в российских сериалах, они такие злодейские злодеи. Ты прям понимаешь, что он абсолютно зло. И здесь это тоже абсолютно зло, но при этом ты понимаешь, чем это зло руководствуется. То есть это там не поработить мир, не убить всех вокруг, а заработать. Заработать побольше. И это, собственно, Кузьмин вытворяет всю эту дичь и держит подростка в тюрьме, по его приказу его сбивают и шантажирует его отца. И, в общем-то, там у этого Вась машина отжимает все, что он делает. Он, в общем-то, делает потому, что у него тоже есть начальник. Отец вот этого нашего героя, который в наркотической белочке за рулем сбил насмерть людей на остановке. И эти второстепенные персонажи как раз историю двигают. Двигают эту систему. Мой фаворит среди второстепенных персонажей, хотя, наверное, странно говорить про нее в формате фаворит, это Поля, которое играет Маруся Фурина. Прекрасная актриса. Как по мне, персонаж Поля это лучшее, что есть на втором плане, не считая Сереги, само собой, но о нем мы уже говорили и вынесли его за скобки. Объясню, почему. В самых первых сериях, когда герой Вани приходит к ней домой навестить маму и проведать как-чего, она очень жестко и хладнокровно с ним общается. Типа, она не воспринимает от него какую-то человеческую помощь, говорит ему исключительно про бабки. Типа, есть 800 косарей, неси, в остальном вали. Просто вот, ну, общается с ним на таких тональностях. Слушай, Вань, ты здесь никто. Вали отсюда. Хочешь помочь, дай денег. Но ее можно понять. В тот момент ее можно было понять, потому что она потеряла сестру и она теряет маму. И она ни о чем не думает, кроме денег, потому что они не нужны на маму. Но в последних сериях нам показывают, как будто она вообще ни о чем никогда не думает. И это изменение персонажа в наших глазах. Нет, она думает исключительно о деньгах. Я сейчас тебе объясню, почему, смотри. Она общается хладнокровно, да, у нас есть вот эти вот ужасные водные ее жизни и так далее, но когда человек откровенно, искренний, так как делает это, Ваня приходит и предлагает тебе любую помощь, в такой ситуации как будто бы можно хотя бы за это не втаптывать его. Это выглядит как история с тяжелым переживанием событий, поэтому ты смотришь на это и не заостряешь на этом внимание, как будто бы. Ближе к финалу, когда уже поле становится закладчицей, когда уже начинает работать на героя Никиты Павленко, мы видим, что со временем уже, когда она заработала денег на то, чтобы маму положить в больницу, мама лежит, там врач говорит, что у нас положительная динамика, все хорошо, мы видим картину тем, что поле-то все еще закладчится и все еще работает на Никиту, но не потому, что он ее заставляет, потому что хочет этого сама, потому что это отчасти легкие бабки для человека, у которого нет образования, для человека, который не учится в университете и который хочет денег, откровенно хочет бабок. Мы думаем в этот момент, что, наверное, человек как-то очень странно втянулся и не хочет дальше развиваться, грубо говоря. Тоже зависимость своего рода. Да, и хочет остаться вот в этой парадигме под покровительством человека в погонах. Как будто бы очень хорошая безопасность, и если вдруг на закладке ее кто-то примет, она наберет ему, он приедет, все разрулит, они уедут, и она продолжит это все раскидывать. Достаточно безопасная среда. Если что, нет. Не надо этим заниматься никогда. Потом мы приходим к какому-то катарсису их взаимоотношений, когда местный уголовный розыск находит определенное количество раскладчиков и говорит, за всеми следим, всех принимаем, ищем главного. Никита убивает одного, приходит к ней домой, наставляет на нее волыну. Удивительно, что девочка сразу понимает, что происходит, значит, она в этой среде уже хорошенько раскрутилась и чувствует себя комфортно. Они начинают на эту тему разговаривать. Но убить он ее не смог. Да. Как такой немножко перевернутый основной инстинкт. Никита тает, грубо говоря. И предлагает ей уехать. Что делает Поля? Ну, он на нее сальными глазками с самого начала смотрел. Конечно. Но он тает. А она за это бьет его по роже кубкам. И по сути, она, будучи вначале холоднокровной, достаточно дамой, ей же и осталось до конца сериала. И это интересная черта ее персонажа. Потому что мы часто видим в сериалах любого абсолютно жанра, что тот, кто вначале жесткий и холодный, к концу как-то меняется и становится теплее. Нам в сериале показали персонажа, который, ну, как будто бы отказался развиваться сам. И решил остаться в своей этой парадигме, раскрыв в себе только одну черту. Это любовь к деньгам. Потому что изначально ее не было. Потому что изначально деньги были нуждой, помощью и спасением. А потом они превратились в кайф. И это для сериала такого, как мне кажется, очень свежая штука. Потому что мы не идем по какой-то стандартной фабуле. И для персонажа, в частности, Поли, это как будто бы автоматически немного выделяет ее из-за того, что такое развитие, оно было достаточно неожиданным. Потому что я думал, что вылечив маму, она там станет какой-то чуть другой хорошей. Или тоже там пойдет в медицину помогать людям. Или просто пойдет учиться, когда ее жизнь встанет на какие-то нормальные рельсы. А она по итогу нет. И вот эта вот неожиданность меня очень удивила и выделила ее персонажа, опять же, не считая Сереги, на фоне всего остального второго плана. Нужно, я считаю, уважить сценаристов. Этим великолепным сценарием занимались сразу несколько талантливых человек с богатым опытом. Александр Носков, во-первых, на кинопоиске значатся у него девять проектов, среди которых, например, «Гости из прошлого», «Волшебный участок», «К счастье мое». Еще сценарием работал Илья Баранов, у него аж 14 проектов. Среди них те же проекты, еще «Классная школа» и предстоящий «Подслушно в Рыбинске». Еще в работе над сценарием участвовал Александр Маркин, он не указан в титрах, Ида Галич тоже помогала, и сам, в общем-то, режиссер Илья Аксенов. Илья Аксенов настоящее для меня открытие. Он бывший КВНщик, как, кстати, Анастасия Резник и некоторые еще члены команды. Аксенов к большой удаче индустрии бриллиант режиссуры, настоящий автор, я считаю, что вот этот человек должен преподавать в киношколе режиссуру. Он прекрасен. Если мы заговорили про сценарий, про какие-то детальки, я себе чуть-чуть выписал всяких штук, которые мне очень понравились. Во-первых, в первой серии мы слышим тот самый звук, который сейчас является визитной карточкой онлайн кинотеатра «Премьер», когда ты или включаешь трейлеры или тизеры их роликов, или включаешь сериал. Мы его вот здесь сейчас включим, вот он. Вот это меня поразило. Я, если честно, не особо уверен, что до выхода капельника этот звук был. И такое ощущение, что он после этого стал визитной карточкой. Если что, сотрудники онлайн кинотеатра «Премьер», приходите в комменты под выпуском, поправьте меня или согласитесь со мной. Второе, я уже эту сцену упоминал, и еще раз я скажу, вот этот вот момент, где наш однорукий герой бьет вот этого слезняка остатком своей руки, это, как мне кажется, чистый Тарантино. Три, абсолютно сюрная деталь, которая, опять же, отсылает тоже к Тарантино на грани сцена, где маленькая девочка лезет за закладом для Аллы. Мне очень понравилось. И мне. Это очень смешно. Потому что она реально может помочь, у нее же тоненькая ручка, а там надо пролезть. Она еще так трогательно у нее перчаточку розовенькую снимать. Давай, давай, ручка. Давай, лезь, давай, быстрее. И самое главное, и самая приятная деталь во всем сериале. Кабинет вот этого следака, к которому приходит отец, у которого сын в тюрьме, номер кабинета следака 228. Не то чтобы приятная деталь, но интересная. 228 — это статья за хранение и употребление наркотиков в России, по которой очень многие люди сидят в тюрьме. Я считаю это абсолютно гениально, потому что это не номер камеры, а номер кабинета следователя. Не буду объяснять, почему. Каждый поймет для себя сам. Я добавлю немножко. Я отмечала уже не раз, что для меня в сериалах и фильмах очень важное оформление. Ну вот люблю я титры и музыку, которые вот обрамляют тот самый камушек, который вся команда вот старательно облицовывала. Так вот, и то, и другое, выше всяких похвал. Дизайн титров вот ровно такой, каким он должен быть. Он минималистичный, с узнаваемым элементом, капелькой. Но музыка, тут слов не хватит. Я когда услышала в первой же серии Муджуз, я поняла, что меня ждет просто увлекательная гонка. Там есть прекрасная песня «Воздоравливай скорее», которая как раз играет в одной из моих любимых сцен в Рихабе, где Алка, в общем-то, справившись со своими демонами, ночью сидит и перебирает гречку и просо. И у меня же прям мурашки были по всему телу. Ну от того, что там и эта песня, которая очень крутая и знаковая для меня. И какая сцена потрясающая. Ты просто понимаешь, что у человека в голове творится для того, чтобы после всего, что она натворила, что она говорила людям, она села и безропотно в общем это делала. Это очень круто. Коль, ты заговорила про саундтрек, скажи сама про ту самую песню из последней серии, которую ты так ждала. Да, там есть потрясающий момент, когда ребята вместе с Алка едут к ее папе, потому что ему нужно привозить груз, а он запил, и он лежит в мотеле, спит, они, значит, его забирают в фуру, прокапывают там. Мы видим Эрил Шотт с этой фурой, и, конечно, играет песня из дальнобойщиков. Я прямо ждала этого, я думала, ну сейчас, наверное, если будет, то это самый гениальный сериал в истории. И она начинает звучать. Расскажи мне, как на сериал отреагировали критики и зрители, и что о нем писали, и какой у него рейтинг. Средний балл у капельника на странице на кинопоиске 7,9. 58 тысяч пользователей оценили сериал изменить память. И самое главное, средний балл взят в золотой веночек. Сделано это потому, что сериал капельник находится, внимание, на 201 месте в топ-250 рейтинга кинопоиска среди всех проектов, анимаций, фильмов, сериалов и так далее. Я очень пристально изучил, в первую очередь, мнение зрителей. Мне было интересно, что люди говорят про такой сериал, и как они воспринимают его, разделяют ли они наш с тобой щенячий восторг? Разделяют полностью. Если честно, на очень абсолютно разных платформах я изучил страницу в онлайн-кинотеатре премьера, какие-то рандомные сайты, мнение пользователей на кинопоиске. Все очень довольны, все в восторге, очень много людей говорят, что это сильное, смелое высказывание, которое достаточно приземленно и откровенно говорит о проблеме наркотиков. В первую очередь, все пользователи в основном отличают это как главную проблему и хвалят за то, что без каких-либо так вот говорят о такой проблеме. Если честно, у нас достаточно много сериалов, которые связаны с темой наркотиков, но последний раз вот такие восторженные отзывы и мнение о том, что это правильная подача этой проблемы, я видел, когда читал отзывы на сериал Last Quest у Петя Федорова. Это сериал Лока. Очень хороший контент, очень хороший продукт. Обязательно посмотрите, если вдруг не видели. И вот там люди тоже хвалили за то, как правильно и как честно подают вот такую вот историю с наркотой для зрителей. Критики, по сути, со зрителями согласны. Я не встретил ни от одного большого издания, какого-то медиа негативный текст. Все очень хвалят Аксенова, все очень хвалят Дениса Проткова. Все сходятся во мнении, что это реально хороший сериал, у него очень хорошая структура и хороший сценарий. Многие реально хвалят, что он хорошо написан. Именно поэтому он хорошо выглядит и хорошо подается. Поэтому, по сути, огромное единение у зрителей и у критиков, и это видно и в рейтингах, и в оценках, и это все абсолютно по делу в кои-то веки мне докопаться не до чего абсолютно. Я согласен полностью. Мне кажется, как раз такие восторженные отзывы и вообще феномен сериала в том, что он доказывает, что из такого знакомого всем нам обстоятельства, как глубочайшее ле жопа, всегда есть выход. Если позволить другим помочь тебе его найти. И от обстоятельства этого никуда не деться, оно всегда само тебя найдет. Сидишь ты в заперти в блогерском доме или разъезжаешь, прокапывая зависимых. Сериал доказывает, что любовь всегда надерет задницу любому злу. Как пел Муджуз, драконы будут позади. Как ты думаешь, в чем смысл финала? По идее, герой Проткова же должен был погибнуть, а по факту мы имеем финал, как в третьем Бэтмене Нолана. Только там не Альфред сидит и такой кивает Брюса. А-а, Серезник! Смотрит на Проткова такая, иди сюда, малыш. Ну, это ради шутки я сравнил, но по факту что с финалом? Мне кажется, что он очень логичный. Нормальная криминальная многоходовочка. Мы помним, что наш Ваня с простреленным плечом горел в доме. А потом, опа, мы видим его в том самом китайском ресторанчике, про который ему рассказывала Алла. А за несколько сцен до этого Алле присылают печеньку, про которую она тоже ему рассказывала с предсказанием на китайском языке, с той самой фразой, которую когда-то, прочитав, она поехала в Москву поступать. Она понимает, что он жив, и он там, в этом ресторанчике, поэтому она садится на самолёт до Благовещенска, переплывает на паромчике в Китай, идёт в этот ресторанчик и видит там живого Ваню, потому что ему выгодно было, чтобы все думали, что он умер. Потому что в противном случае дело, которое вроде бы как с его, возможно, уже как бы сгоревшими косточками в доме, закрыто. Если он будет жив, то это дело раскроют и, в общем, он не оберётся проблем. А так, история, как выглядела в глазах общественности. Полицейский, сотрудник, значит, правоохранительных органов, вместе с Ваней, это видно, пока равнолюдение, садится в машину, чтобы поехать и взять злостную закладчицу. Эта закладчица стреляет в одного, стреляет в другого, поджигает дом, уезжает, и, в общем-то, Ваня чист перед законом. А если он останется жив, его будут допрашивать. И как бы возникнут вопросы, а что там было, а что он скажет. Вот. И он греха подальше, просто, ну, как бы, либо в Благовеченск, либо в Китай уплыл. Так он раненый свалил. Я думаю, он просто выполз как бы с пожарища, там где-то ползком спрятался, а затем как-то смог, сдюжил, дошел до какой-то помощи, возможно, обработал себе рану. Ну, в общем, он выжил. Это как бы условности кино, как именно это произошло, не важно. Но, в общем-то, он выжил. И я уверена, что это просто счастливый конец. Интересно, а что с Полей? Я думаю, она в бегах, и рано или поздно ее найдут, потому что она все-таки хоть и преступница, но малоопытная, и, вероятно, в общем, она погоню не сдюжит. На этом все. Сезонное обострение есть на всех стримингах Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Спотифай, Кастбоксе, Ютубе и прочих. На всех этих платформах вы можете ставить нам лайки, можете подписываться на этих платформах на нас, писать нам отзывы, оставлять комментарии, делать все вот это вот, потому что времени прошло много, а для нас все еще это важно, потому что мы хотим знать, что вы думаете вообще по поводу того, что мы тут делаем. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал, он так и называется Сезонное обострение. Мы в нем выкладываем иногда дополнительные материалы, какие-то записываем кружочки. Не забывайте, что нужно быть вежливыми, не грубить, не материться, никого не оскорблять. С вами был подкаст Сезонное обострение, и его ведущий. Я прокапанный Ремезов Артем. Я Лера Давыдова-Калашник. Этот эпизод вместе с нами делали наш прекрасный продюсер, редактор и очень терпеливая девушка Бетси Исакова и неменее терпеливый звукорежиссер Дим Пшеничный. Пока. До свидания.